Работаем. 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 Вадим Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Корчанов Вячеслав. Вопрос вот какой. В средствах массовой информации завидно периодичностью россиянам объявляют об очередной поимке коррупционера. Вспоминаю Захарченко, отца и сына Арашуковых и прочих, и прочих. 9 миллиардов Захарченко это целый грузовик купюр. Неужели он мог, так сказать, добыть их без посторонней помощи? Вот, отвечая на предыдущие вопросы, вы говорили об источниках финансирования. Вопрос. Откуда берутся эти миллиарды? И самое главное, куда пойдут эти конфискованные миллиарды? Кто ответит или отвечает за разгул коррупции? А вы, как гарант соблюдения закона, чувствуете личную ответственность за это безобразие? Спасибо. Во-первых, конечно, я чувствую ответственность за это безобразие. Если бы я не чувствовал, вы бы ничего не знали. Так же, как происходит и в некоторых странах до сих пор, так же, как у нас бывало. Ведь вы знаете, все время встает альтернатива. И часто мне говорят, может быть, мы это прикроем, может быть, это закроем, потому что будут вопросы, подобные вашему. И у меня всегда на это только один ответ – нет. Если мы имеем дело с преступлением, с коррупцией, с наживой за счет граждан, то, во-первых, мы должны это всегда доводить до конца, и, во-вторых, это нужно делать гласно. И мы будем делать и продолжать это делать гласно. Откуда они берутся, эти деньги? Ну, понятно, из коррупционных схем, из бизнеса. Кстати, сказать, здесь, как правило, обе стороны и виноваты. Одни тащат, другие берут. Значит, есть взятка дателей и взятка получателей, так и в законе прописано. Куда они уходят? Доход государства, разумеется. И, конечно, ну и чиновники вообще, а представители правоохранительной сферы находятся в особом положении, и с них будет всегда особый спрос. Вы когда вот узнали об этих складированных миллиардах, какими словами ваша реакция выражалась? И вообще есть... Ну, иногда лучше слух не произносить. Вот. Да. Ну, не смешно, на самом деле. Реально. Это вот, действительно, когда узнаешь о миллиардах, это, ну, просто нет слов, печатных, во всяком случае. Но, повторяю еще раз, это не должно нас останавливать в борьбе с этим явлением. Кстати говоря, вот эта тема, она есть, она во многих странах, практически во всех. Посмотрите, в тех же штатах, значит, и бизнесу, и коррупционерам дают там по 100, по 70, по 150 лет тюрьмы. Бессмысленно, но достаточно жестко и публично тоже эта работа идет. И у нас мы будем делать то же самое. Ну, вот, кстати, у нас тоже предлагают пожизненное наказание ввести за коррупцию. Ну, вы понимаете, дело в том, если человеку там уже такого серьезного возраста, можно пожизненное, можно и там десятки лет дать, разница небольшая. Есть просто ощущение, что власть вроде бы наращивает борьбу с коррупцией. Вопрос даже не в объеме этих годов лишения насчет свободы. Самый главный вопрос в неизбежности наказания. Власть вроде бы наращивает борьбу с коррупцией, но вот ее масштабы по ощущениям только растут. Это по ощущениям. А на самом деле число коррупционных преступлений снижается. Но вот иногда возникает... И именно снижается, я думаю, что в значительной степени благодаря тому, что мы действуем последовательно и бескомпромиссно. И так будем делать дальше.